Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, о признаках определенных, как понять, что мужчина, с которым я общаюсь в реальной жизни, скорее всего, больше в интернете, то есть на расстоянии каком-то, да, познакомились, например, в интернете. Не обязательно, чтобы это был турок, а вообще с другой какой-то страны или другого города, в вашей стране, в принципе, то же самое, все это может быть. Да, то есть мужчина, с которым у нас отношения на расстоянии, как понять, что он от меня что-то скрывает, точнее, что он женат или у него есть отношения. Поговорим сейчас об этом, потому что в сходе моих клиенток на консультациях, девчонки что-то мне рассказывают, очень часто у девушки перекликаются моменты. Есть определенный список, я выписала, скажем так, для себя, на что нужно обратить внимание, те моменты, на которые девушки не обращают внимания или делают вид, что как бы этого не происходит, хотят сами, может быть, обманываться. Но есть такие моменты, когда реально девчонки думают, блин, я об этом не подумала. И вот так что этот определенный список, его вообще вывести можно самостоятельно, конечно, если так проскинуть мозгами задуматься, но вообще это то, скажем так, опыт девушек, которые у меня были на консультациях. И, собственно, что я выписала, хотела бы вам поведать, кто в таких же просто сомнительных отношениях и в каком-то подозрении находится, чтобы вы, может быть, сопоставили факты, подумали о чем-то и пришли к определенным выводам, короче. Можно мазаться всем, что угодно, работать делами и всем прочим, но он, и главный признак вообще сразу, да, что он занят, у него есть семья, либо женщина, либо еще что-то, кто-то на стороне, что он с вами нечестен. Это когда он с вами общается в определенное время, регламент по времени есть. И выход за эти рамки происходит очень-очень крайне редко по каким-то событиям, либо не происходит вообще. И, в частности, если вы, например, он общается с вами только вечером, он говорит, я днем занят, я на работе, вот у меня есть время, например, только, не помню, там, ну, допустим, с 8 до 9 вечера или с 7 до 8. Я такой весь деловой, но он при этом звонит, там аудио с вами, виды общения разные, на работе общается, а вечером все, я типа 8-9 вечера, короче, все, в кровати, в ноги, скажем так, тапки сняты, я под одеялом, все, дорогая, я сплю, я такой занят, я такой уставший, все, 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 все. То есть регламент общения только вечером и только в определенное время. Это стопроцентно говорит о том, что человек не может свободно от вас взять трубку. Следующий момент, если вы ему звоните, перезваниваете самостоятельно, вам что-то не понравилось, вы что-то выясняете или еще, что-то не по регламенту, короче, да, не так, как он заложил вот этот в общении график определенный, если вы выпадаете из этого графика и сами звоните, он вас сбрасывает и перезванивает вам через какое-то время или даже тут же, но вам перезванивает. Понимаете, если когда-то раньше было общение, скажем так, за деньги, сотовая связь, там, я тебе перезвоню, чтобы ты не тратил деньги, я бы это понимала лет 10 назад, 15. Но сейчас, так как мы общаемся в мессенджерах, ватсапах, это все через интернет, за это платить с карточки, там, деньги с счета не снимают, ну, бесплатно, но все равно есть интернет, пожалуйста, мы на, скажем так, на связи с тобой, то очень странно, что мужчина сразу не может взять от вас трубку, то есть у него есть там полминуты, хотя бы 30 секунд на то, чтобы отойти и перезвонить, чтобы выбрать более удобную ситуацию. Говорит о том, что что? Он что-то скрывает, что-то нечистое от кого-то, он скрывается, в общем, он не может прям сразу взять от вас трубку, ему надо для этого перезвонить. Это может быть не прям жена-женщина, может, его родители с родителями живут, его родители, например, против ваших отношений, то это уже подходит. То есть он вас от кого-то, от окружающих скрывает. Или, например, он на работе тоже так делает. Ну, есть такие моменты, когда на работе ты все равно можешь взять трубку, то есть есть рядом какой-то человек, что-то, нечто, да, от чего, от которого или от чего-то вас нужно скрыть. То есть не может он афишировать и сказать, да, дорогая, привет, взять трубку. Это вам пунктик для распотрения. Очень интересно, что были такие моменты неоднократно, когда девочки приезжали на первое знакомство, он там снимал нам, или она снимала отель, оставалась в отеле, и он днем там работает, например, после работы в какое-то время приезжал, короче, ему нужно оставаться, ехать домой спать. Или он не может, например, снять там номер с тобой рядом в гостинице, чтобы утром, например, пойти на завтрак. То есть причины какие-то у него есть для того, чтобы вернуться домой. Или когда она приехала, было запланировано, что там, не знаю, за 3-4 месяца даты она там выбила себе отпуск на работе и так далее. То есть все, досуг, все-все-все спланировано, но когда она прилетела, по сути, женщина чувствует, что она остается больше одна. Понимая, что у него там работа и все такое, он днем, например, на работу ходит, не может он с ней там много уделять времени общаться, но тем не менее, короче говоря, смысл такой, что женщины чувствуют себя одинокой и в этот момент, когда вроде бы, вот проанализируйте, было у вас такое или нет, когда все спланировано за 2-3 месяца, форс-мажор, заболел брат, заболела мама, дядя, тетя, блин, еще что-то, кто-то умер. Я не знаю, кого-то там своровали, украли деньги, угнали машину. Ну, какой-то форс-мажор, по причине которого он не сможет даже всю эту неделю после работы уже окончательно вам уделять время. Или какой-то момент, повторюсь, благодаря которому он должен и обязан возвращаться к себе домой, ночевать не рядом с вами, не уделять вам это время. Это показывает, опять же, что человек занят, не свободен. Про форс-мажорные обстоятельства, это готовился, все обещал, но, возможно, жена пала на хвост или там родители или еще что-то там разные, нужное подставить, скажем так, да, назовем. Короче говоря, получается, что ему нужно какая-то, ему нужно какой-то маневр по времени и по местоположениям каким-то, и чтобы вы сильно не давили, потому что это было спланировано. Поэтому он берется в такую маневру, придумывает какую-то ЧП-ситуацию, на самом деле проводит время там, не знаю, со своей женой, с семьей и так далее. То есть он вас, по сути, оставляет, когда вы для него ехали. Вот я хочу что отследить, ваши ощущения в этот момент. Я многое, не знаю, сделал, чтобы взять этот отпуск, чтобы полететь или купить билеты и так далее. Много там ребенка, например, на родине родителям оставила еще кому-то, а он вот так, да. То есть, по сути, и ничего плохого не сделал, и благостный у него момент такой, трагедия у человека. Это же чувство на вас вины какой-то накладывает, чтобы вы чувствовали себя неудобно, и ему пошли навстречу, скажем так, его простили и так далее. В общем, не так были жестки с ним. Но главное здесь акцентировать внимание на ваши ощущения. Чувствуете себя покинутой, брошенной и несправедливость в этой ситуации? Когда в таких ситуациях вы чувствуете себя некомфортно, на это нужно акцентировать внимание. Он пытается вас каким-то вот таким предлогом, доблесть, отвага, честь, да, скомпенсировать свое поведение нехорошее. Но надо акцентировать внимание на его нехорошем поведении. И в конце концов, если вас не скрывают, он не женат или еще что-то, то почему бы, например, не взять вас с собой в какую-то такую ситуацию, поехать там, не знаю, что-то случилось там. В общем, вы можете быть рядом с ним, когда он решает свои вот эти проблемы, если он вас не стесняется, не скрывает и, в принципе, может вас показать там своим близким и так далее. То есть это тоже определенный показатель, когда в какой-то беде, в тяжелом моменте он от вас не отрекается, а берет вас с собой, значит, он чувствует вас под могу, скажем так, надежного человека, которому он может довериться. Еще такой момент, скажу, когда вот вы приезжаете, это можно отслеживать в первый раз, но вообще, если второй и третий ваш приезд, это все продолжается, для вас это такой звоночек хороший. Почему? Смотрите, если он вас возит в определенные места только, определенные рестораны, определенная набережная, раз за разом одно и то же, говорит, конечно, благебельно мере, тебе же там так нравится, ой, это там вкусно, то-то подают, а тут лучшее, это лучшее, все остальное вокруг плохое. И если мы берем Стамбул, поверьте, здесь такое разнообразие вообще всего, ресторанов, заведений и так далее, досуга, тут, блин, неделя можно ходить, не обходить весь город, и все, и рестораны, кафе, и всякая-всякая понатыка вообще на каждом шагу везде. И когда вам мужчина аргументирует, что только здесь самый лучший кебаб, только в этом, фигня полная однозначно, или он, например, вы просите в какую-то достопримечательность свозить, что-то показать определенное, а он всегда находит причины туда не ехать, он всегда находит повод, чтобы этого не сделать, у него есть тысяча отговорок, почему сегодня-завтра мы не можем. Всегда есть тысяча причин и отговорок, почему он этого сделать не может. Так вот, это говорит о том, что в этом месте, либо у него рядом кто-то живет, или его дом вообще на самом деле, да, или его там жена, или родители. То есть кто-то из знакомых, родственников, друзей или вообще супруги может вас увидеть вместе. Это опять же о том, что вас в это место возить не нужно. Или он выбирает конкретные безопасные места, где гарантированно вас с ним никто не увидит, не заметит, ничего не произойдет. Таких миллион вообще историй я слышала на своем веку. Из разряда, когда все было гладко, идеально, все классно, я не обращала внимания, что мы ходим в одни и те же рестораны, да, это как бы центр, по сути, а куда-то за границей центра, ой, да там смотреть нечего, да там беднота, вообще отсталый район, и все в таком роде. Хотя вот на минуточку в Стамбуле дофига всяких классных ресторанов для завтраков, летнее время, на природе, за городом. Это очень круто считается, как волтыресторан какой-нибудь, да, то есть там с органик яйцами, курицами, там с этим всем срамили и так далее. То есть это наоборот круто считается выехать за город, там на выходные, на завтраки. Это наоборот туда много людей выезжает, то есть за городом тут у нас тоже есть что посмотреть, да. И вот такая история девчонки была, что мы типа в центре, все такое, я что-то не задумывалась об этом, а случайно на светофоре, прикиньте, вот случай на миллион, остановилась машина, а напротив в машине сидела сестра его там жены, и она увидела чисто случайно, прикиньте. Еще был случай, когда девушка с парнем, тоже у них все было прекрасно, она к нему приехала знакомиться, все такое-такое, а за ним что-то подозревала, но догадывалась, короче, жена его, с которым вроде как там разводился или был не разведен, непонятно вообще, да. В общем, неважно, он по факту был женат еще, но жил там с ней, не жил, я этого особо и не помню. В общем, был такой случай, что она, оказывается, все время за телефоном, его за геолокацией знала пароль и следила. И жена просто чувствовала что-то, да, какие-то звоночки были, и она просто впалила, что он в один момент стал, короче, там в центре, где-то одни и те же места посещая. И она устроила типа очные ставки, его подследила, и накрыла, короче говоря, пришла и показала себя, и устроила скандал. Я даже была похожа свидетелем скандала в центре на Султанахмеде, там где отели вот это вот все, я тоже, мы были с мужем в ресторане сидели, в адские крики была какая-то иностранка-женщина, типа француженка, или, да, вроде француженка была, ну, как туристка приезжая, да, в общем, к турку какому-то приехала. И вот также какая-то родственница, мы не думаем, может, сестра, жены, что-то вот такое, какой-то, ну, не прям жена, но она там орала просто в третьем лице на ней, вот, ты как-то и посмел, да, ты сволочь, там вот в такой, короче, случайно тоже каким-то, может, не случайным образом, был скандал у ресторана, там, у отеля, летали чемоданы и вещи, то есть случаи таких, честно, девочки, просто об этом, может, не рассказывать, но таких очень много, если мы просто сидели в центре города в ресторане, были свидетелем такой ситуации, то вот такое есть. А здесь, конечно, знаете, почему, которые турки разводятся или планируют развестись там в бракоразводном процессе, здесь же алименты, деньги делят и все прочее, поэтому за ними пристальное внимание его бывшей и ее родственников, потому что никто не хочет остаться на бабах, кто-то хочет снять бабок побольше, отсудить чего-то, и это компромат, который надо зафиксировать, благодаря которому в суде можно что-то отсудить, или там опеку над ребенком, или деньги, либо содержание какое-то, то есть определенный инструмент. Короче, в бракоразводном процессе таких косяков от мужчин здесь в Турции и ждут, за что можно было зацепиться. Вот, так что такие истории, пишите ваши истории, или уж, конечно, не от первого лица, может, кто-то не хочет об этом рассказывать, в третьих лицах, что было у ваших, может, знакомых, или так далее. В комментариях, какие истории были такие, как понять, что мужчина, с которым ты общаешься, он женат, не свободен, и какие реакции у людей были, да, и историй таких, к сожалению, очень много. Надеюсь, мое видео сегодня вам чем-то помогло. Под видео я оставляю почту для ваших писем, анонимных историй для разбора на канале, или записи на психологические консультации. Ставьте лайки, подписывайтесь, скоро увидимся, всем пока!